Метеозависимость или метеопатия – это восприимчивость организма человека к изменениям погодных условий, перепадам атмосферного давления и температуры воздуха, осадкам, смене уровня влажности или сухости климата, ветру, солнечному излучению, состоянию геомагнитного поля. Возникает оно из-за нарушений эндокринтной, кровеносной, сердечно-сосудистой и других систем организма, либо у пожилых и беременных. Симптом сопровождается ухудшением самочувствия, болями в голове, костях и суставах. И сейчас многие ощущают недомогание. Резкие колебания атмосферного давления и температуры, которые мы наблюдаем сейчас, могут способствовать ухудшению течения хронических заболеваний. В первую очередь это гипертоническая болезнь, смогут возникать гипертонические кризы. А повышенное давление – это один из главных факторов развития инсульта. Поэтому сейчас особенно важно быть внимательным к своему здоровью, ежедневно контролировать артериальное давление, регулярно принимать назначенные препараты и не отменять их самостоятельно. На случай резкого повышения давления в вашей аптечке необходимо иметь препараты скорой помощи, которые позволяют быстро нормализовать его. Если же самостоятельно вам не удалось снизить давление, то в таких случаях лучше обратиться в скорую медицинскую помощь. В зависимости от признаков и выраженности симптомов различают несколько видов и три стадии развития патологии. Легкая – протекает практически незаметно, выражается в легком недомогании и необъяснимой смене настроения. При средней отчетливо появляются признаки плохого самочувствия, повышение температуры и давления, учащение пульса, одышка. Есть и тяжелое. Выражается в ограничении многих функций организма. Сложно стоять, накатывает мигрень, обостряются хронические расстройства. Кстати, колебания температуры еще предстоят, но в ближайшие дни говорят синоптики. На 15 марта переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. На 16 марта облачность прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. И на 17-е облачная, ночью небольшие, местами умеренные осадки. Снег, мокрый снег, дождь. Днем местами небольшие осадки. На дорогах Гололедица. Ветер южный с переходом на северный. 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области минус 3, плюс 2. В Рязани 0, плюс 2. Днем по области 1, плюс 6. В Рязани 4, плюс 6. Что касается профилактики метеозависимости, говорить о ней не приходится. Достоверных научных данных относительно предупреждения чувствительности организма к изменениям погоды пока нет. Единственное, что точно не повредит – ежегодное обследование. Для диагностики и подбора лечения, если оно понадобится, стоит обратиться к терапевту. Дальше, в зависимости от характера недуга, врач привлечет узконаправленных специалистов – кардиолога, невролога и других. Обследования будут направлены на оценку состояния различных систем организма. Пациенту составят индивидуальные рекомендации, которые помогут достичь положительных сдвигов в его самочувствии. Кстати, известно, что многие великие исторические личности – Моцарт, Наполеон, Леонардо да Винчи, Байрон, Колумб – страдали метеозависимостью. А немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель Гёте в одном из научных трудов отмечал, что при повышенном атмосферном давлении работать для него легче, чем при низком.